Друзья, приветствую вам с Новым годом и родством с Киевского Майдана. 2013-й был непростым годом для Украины, но очень важным. Ян и Виталий Кличко, боксеры и самознаваемый герой Майдана, поздравляют украинцев с Новым годом. Как он шел к такому успеху, знают немногие. Свою карьеру братья Кличко начинали у преступного авторитета Виктора Рыбалка по прозвищу Рыбка, лидера одной из крупнейших группировок 90-х годов. Вот они вместе на фото. А вот и видео из архивов управления по борьбе с организованной преступностью. Это сам Рыбка. Я попал, все нормально. Это Владимир и Виталий Кличко. Начав заказных убийств, разбоев и грабежей группировка Рыбки, со временем стала контролировать нефтяной и банковский бизнес. Дошло до того, что Рыбка решил заняться шоу-бизнесом и повез своих боксеров в Америку к продюсеру Дону Кингу. В прессе писали, что Кличко отчисляли Рыбке 50% доходов. Однако в 2002 году они отказались это делать и остались должны своему покровителю 40 миллионов долларов. Авторитет пытался забрать долги, но безуспешно. В 2005 году Рыбка был убит. Уголовное прошлое и настоящее лидеров Майдана. Уникальные съемки из милицейских архивов. Ну, о сексуализме, я хочу так сказать. Тайные пристрастия. Через интернет я познакомился с человеком, который оказался арсеналом. И домашнее видео соратников по борьбе. Органично вписываются в эту гей-фашистскую тусовку. Почему во власти оказались уголовники, профессиональные коррупционеры, клиенты психиатрических лечебниц и люди с репутацией мошенников и педофилов. Сегодня в нашей программе. Подонки! Вы против нас и в тебе говорили! Пошел нахуй! Это один из самых ярких политиков новой Украины, лидер радикальной партии Олег Лешко. Сегодня воронька! На Майдане Лешко лично раздавал радикалам биты и виллы. Передавать треба дологи. Позировал перед телекамерой, на чем свет стоит поносил терпеливых сотрудников «Беркута». Я народный депутат Украины! Народный депутат, герой революции, объявляет всеобщую мобилизацию. Кто сказал, что мы не справимся? Кто сказал, что мы не справимся с Россией? Что вы сказали? Как мы не справимся? Впрочем, украинские военные к призывам Лешко относятся сдержанно. Просят сначала привезти матрасы, а то солдатам спать не на чем. 450 матрасов не достается в нашем горизонте. Не выметилось. Репутация у Лешко хуже некуда. В 93-м году был задержан за разворовывание государственного имущества. В 94-м получил 6 лет за мошенничество в особо крупных размерах. Это оперативные съемки 20-летней давности. Ну, он сексуалит, я что так сказать. На допросе начинающий политик рассказывает о своих достижениях. Это была необычная связь, где есть активные и пассивные. Если брать по тем параметрам, то, конечно, я выступал как пассивный. По словам Лешко, влиятельный партнер по имени Борис, опекал его, поддерживал материально и помогал сориентироваться в украинской политике. За это Лешко оказывал своему другу вполне конкретные услуги. В русском гей-сообществе Лешко главная звезда. Вот это вот 10 баллов, настоящие 10 баллов. В прессе писали, что Лешко, уже будучи депутатом, накачал снотворным и изнасиловал 16-летнего подростка. Но это человек, который дважды сидел в зоне, который имеет сексуальную нетрадиционную ориентацию, настолько грязен, что по нему даже не хотят коллеги сидеть. И данными человек пытается учить нравственности кого-то. Этому человеку, вообще-то, не место в парламенте. Впрочем, сейчас, Лешко, украинская пресса либо никак, либо только хорошая. Националист, радикал. Сила теперь на его стороне. Слушай, меня подумали. Если ты сейчас, Катина, не заткнешься, ты знаешь, в кейле будешь сидеть? Минимум 15 лет. Ты мне не почувствовал? Ты не понял, куда ты попал? Вот Олег Лешко лично руководит операцией по задержанию луганского депутата Арсена Клинчаева, который заявил, что русский язык на Украине должен быть вторым государственным, а Крым имеет право на самоопределение. Сильц, я не подумал. Я подумал. Я подумал. Я сказал. Может быть, я живым не буду, да ты тоже не прыжешь. Слушай, ты мой. Не поверьте мне. Ты поверь мне. Можете избить? Верьте. Закованного в наручники Арсена Клинчаева вывели на улицу, бросили на асфальт и стали избивать. Лешко бьется в экстазии. Оце *** будет атак к кожему подонку, кто зароскол Украину. Оце коже подонок, который будет расколивать Украину, закинчет атаку. Атаку. Треба. Этот человек сейчас всячески провоцирует народ Украины. Он оскорбляет, избивает людей, нападает на них. Он из тех, кто вымогал, требовал 100 тысяч гривен за голову Беркутенка, который, то есть, ну, фактически он призывал к насилию и к убийствам. Президент Ющенко когда-то показывал три его судимости за мошенничество. И вот этот человек теперь является, там, таким, Рубин Гудом Майдана. Новый министр молодежи и спорта Украины Дмитрий Булатов широкой общественности стал известен благодаря своему уху. Его якобы отрезали неизвестные, якобы похитившие лидера Автомайдана в конце января. Ухо отрезали, лицо порезали. На теле живого места нет. Ну, так вы все видите. Но вот что странно. Показания следствию он дать отказался. Отрезанное ухо оказалось на месте, а следы жестоких побоев на теле исчезли без следа. Потому что это провокация, это чистой воды подстава. Так не бывает, да, человека неделю якобы где-то там продержали, потом выпустили тщательно побритого, но при этом с порезом на ухе и на щеке. Да, при этом порезы как-то очень так были обильно смочены кровью, но при этом, когда кровь эту очистили, выяснилось, что совершенно ничего ужасного нет. Ну, порез и порез, да, в общем-то. Никаких отрезанных ушей, ничего такого, никаких страстей такого не было. Своих похитителей Булатов не запомнил. Зато он хорошо помнит, как они его распяли. Вот эти точки на кистях рук якобы и есть следы от гвоздей, которые тоже зажили без единого шрама. Они крепили мне руки гвоздями, что-то, чтобы вырыли дерево. Сранное совпадение. Пробитые сухожилия всего за сутки до чудесного спасения Булатова обсуждал по телефону со своим знакомым доктором Юрий Зазуля, соратник Виталия Кличко. Скажи мне, если пуля, она выглядит вот сквозь ладонь, проходит, да? Ну, ну. А там вот, она задевает сухожилия, там нога в ладони сухожилия? Ну, сухожилия, разгибатели, разгибатели. Ну, там сосуществуются и пучки, там нервы. То есть кисть считается самым таким хорошо иннервируемым, ну, местом. Залечивал невидимые раны Булатов в европейской клинике. В прессе пишут, что тамошнюю медицину он выбрал, чтобы быть ближе к своему любимому партнеру по революционной борьбе Виталию Портникову. Но это никого не компрометирует. Теперь Булатов возглавляет целое министерство. А ведь всего несколько лет назад он был простым администратором в ночном клубе и занимался организацией геевечеринок по пятницам. Арсен Аваков. Новый министр внутренних дел. По данным украинской прессы, начиная с 90-х годов, фигурировало в делах об убийстве и хищениях. Во время губернаторства Авакова размеры незаконных трат из бюджета превысили 120 миллионов гривен. Зато его личное состояние выросло почти до 400 миллионов долларов. В производстве следственного управления находится уголовное дело, возбужденное по факту мошеннического завладения земельным участком большой площади около 700 гектар. По версии следствия, государственные земли по поддельным документам были переданы в собственность принадлежащих Авакову фирм. Чтобы спастись от тюрьмы, Аваков сбежал в Италию. Фактически уже было готово все для его ареста и депортации на территорию Украины, предание суду, но благодаря, очевидно, деньгам сумел войти в избирательный список одной из партий, стать депутатом Верховной Рады и таким образом избегнуть уголовного преследования. Вскоре Арсен Аваков стал фигурантом еще одного уголовного дела о совращении малолетних. Через интернет я познакомился с человеком, который оказался Арсен Аваков, который попросил мне оказывать мамосексуальные услуги за деньги. Максим, так зовут этого юношу, на момент знакомства с Аваковым был еще несовершеннолетним. Аваков пользовался его услугами около двух лет, а перед бегством в Италию подружески передал Максиму своему соратнику по партии Батькевщина Александру Киршу. Мы с ним встречаемся, я ему оказываю его при приходе хомосексуальной, и он мне на один день, чтобы я ухожу. И это все происходит по просьбе Арсена Авакова. Встречи Максима со своими спонсорами проходили в условиях строжайшей секретности. Зачем молодой человек снимал все на видео, можно только догадываться. Но в подлинности этих кадров никакого сомнения нет. Сейчас уголовное дело за совращение несовершеннолетних против Авакова уже закрыто. Формулировка странная. Алименты уплачивались, и не было нанесено легких телесных повреждений. Правозащитник Александр Коряка, бывший инициатором этого расследования, с такой казуистикой сталкивается впервые. На мой взгляд, как юрист, это смешно. А что хотел вложить в эти слова следователь, я не знаю. Только смеюсь, из-за того, что я предполагаю. Попав на должность министра внутренних дел, Аваков первым делом заявил, что в МВД войдут боевики правого сектора, а все руководство милиции будет уволено. Впрочем, многие и сами ушли. С некоторыми милиционерами я говорила, да, вот они тоже высказывали мнение о том, что, как бы, неужели Аваков является гомосексуалистом, и насколько страшно, ну, вы знаете, для мужчин, да, в погонах думать, что ты подчиняешься командам такого человека. Зато своим людям новая власть раздает должности не глядя. Известная своей эксцентричностью журналистка Татьяна Черновол назначена уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. Тот факт, что госпожа Черновол находится на постоянном учете в психиатрическом диспансере, никого не смущает. Диагноз неутешительный. Синдром гиперактивности с признаками шизоаффективного расстройства. Даже справка есть. Заместителем Авакова стал активист самообороны Майдана националист Николай Величкович, президент Федерации Боевого ГПК. По замыслу Величковича, боевой ГПК должен стать обязательной дисциплиной в подготовке бойцов не только МВД, но и армии. И эта перспектива вполне реальна. Состав правительства, якобы избранного на Майдане, бандеровцева власти и происходящие в Киеве события не оставляют сомнений. Боевой ГПК уже стал основным инструментом украинской политики. КОНЕЦ